За последние пять лет количество бюджетных мест в югорских вузах выросло на 14%. Только в этом году более 3000 студентов смогут получить высшее образование бесплатно. К слову, количество бюджетных мест увеличено по таким направлениям, как электротехника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, клиническая медицина, экономика и управление образования и педагогические науки. Все это программы, специалитета и бакалавриата. По словам экспертов, увеличение бюджетных мест в вузах поможет ускорить импортозамещение и обновить экономику новыми кадрами. Югорский государственный университет готовит высококвалифицированных специалистов для реальных нужд экономики региона. Уже подведены итоги конкурса по распределению контрольных цифр приема как на уровне Российской Федерации, так и на региональном уровне. Югорский государственный университет на следующий год получил прибавку в 20% бюджетных мест. Больше 10 миллиардов рублей правительство России направит на страховые выплаты медикам. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. Напомним, что такое пособие положено специалистам, которые заразились ковидом на работе, помогая пациентам. Глава региона подчеркнула, что право на страховые выплаты есть у врачей, водителей скорых, среднего и младшего медперсонала. Также Наталья Комарова добавила, что общая сумма таких выплат в Югре составит свыше 113 миллионов рублей. Новый транш из резервного фонда позволит полном объеме обеспечить на фидексирование этой меры поддержки до конца второго квартала 2022 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, например, в окружной столице лидирует благоустройство Лесопобеды в районе гостиницы Олимпийская. В Сургуте развитие парка Засаймой – это масштабный проект, который реализуется поэтапно. Лидером по голосованию в Кагалыме сегодня является этнодеревня, которая входит в черту города, но при этом находится на отдалении. Это продолжение нашего проекта победителя всероссийского конкурса 2020 года. И вот такой интерес к голосованию за территорию, до которой нужно все-таки доезжать, а не просто доходить, говорит о том, что жители выбирают те территории, которые будут интересны, уникальны и чем-то для них необычны. Голосовать за объекты благоустройства югорчанам помогают полтысячи волонтеров. В городах и поселках для этого организовали 40 инфоточек, включая мобильные пункты. Добровольцы встречают югорчан, например, в МФЦ, торговых центрах и домах культуры и помогают зарегистрироваться на онлайн-платформе 86городсреда.ру. Это занимает всего несколько минут. Также активисты раздают жителям региона памятки с пошаговой инструкцией участия в рейтинговом голосовании. Мы стараемся подробно рассказать о предложенных территориях жителям города. Например, первый проект – это зона отдыха по улице Механиков. Здесь планируют построить детскую площадку, мультиспортивную арену и зону отдыха с освещением и ограждением. Это первая территория. Вторая территория – это площадь по улице Узбекистанской. Здесь хотят заменить тротуарное покрытие, установить скамьи, организовать освещение и установить памятник Ивану Шестакову. Ребята молодцы, помогают нашему городу. У них есть планшеты, там специальные сайты, и там нужно голосовать. Это очень удобно, много времени не занимает. Голосуйте. Югорские студенты выступят в финале российской студенческой весны 2022. Накануне 30-й юбилейный конкурс творческой молодежи стартовал в Самаре. В нем примут участие более 5000 человек из регионов страны и стран ближнего зарубежья. Как отмечают организаторы, это рекордное количество. ЮГРУ представляют 76 студентов. Они покажут вокальные, танцевальные и театральные номера, модную коллекцию и региональную программу. А также поборются за награды в направлениях арт, видео и журналистика. Первые показы начнутся уже сегодня. Имена победителей озвучат 23 мая. 1 июня загородный лагерь «Лесная сказка» в Нижневартовском районе откроет первую летнюю смену. Отдыхать здесь будут в 30 детей. Сейчас в лагере идут последние приготовления. Так по периметру установили новое ограждение, добавили камеры видеонаблюдения. Вскоре проведут окорицидную обработку. В корпусах вымыли полы, окна и двери. В коридорах повесили новые стенды с правилами пожарной и антитеррористической безопасности. К слову, «Лесная сказка» будет работать до середины августа. В этом году провести каникулы здесь смогут 90 школьников со всех поселений муниципалитета. У меня сейчас информация есть. Будет загрузка 75%, то есть 30 детей. Два отряда по 15 человек. То есть ориентировочно сейчас так ожидаем. Открытие 1 июня. На день защиты детей мы начинаем первую смену. Электросамокат, велосипед и бытовую технику могут выиграть югорчане 12 июня. В округе стартовала викторина «Россия, меняющая мир». Она рассказывает об актуальных событиях нашего времени и о вкладе отечественных деятелей науки и искусства в мировой прогресс. 11 вопросов разделены на два блока «Люди и события» и «Актуальная повестка». Приурочена викторина ко Дню России. Проверить свои знания о родине и получить ценные призы могут югорчане старше 16 лет. Сайт памяти появится в пригороде Ханты-Мансийска. Завтра вблизи протоки Байбалак на 60 сотках земли высадят почти 2500 сеянцев сосны. Каждое растение – это напоминание о жителях нашего округа, которые погибли в Великой Отечественной войне. Напомню, наш регион участвует в международной акции «Сад памяти» уже два года. Ее цель – высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны. 39 команд приняли участие в окружном этапе семейного фестиваля ГТО. Соревнования завершились накануне в Ханты-Мансийске. Каждая команда состояла из четырех человек – это мама, папа, ребенок, а еще бабушка или дедушка. Самому юному спортсмену было 9 лет, а самому взрослому – почти 70. Участники состязались в подтягиваниях, отжиманиях, метании мяча, беге, прыжках в длину, плавании и стрельбе из электронного оружия. Лучшей в командном первенстве стала семья Дашкевич из Сургутского района. Победители получили кубок фестиваля и путевку на участие во всероссийском этапе соревнований. В Нижневартовске столкнулись две иномарки. Авария произошла накануне утром. Мужчина за рулем Хонды поворачивал налево и не уступил дорогу Фольксвагену. В результате ДТП водитель японского автомобиля получил травмы. За минувшие сутки в Югре произошло две аварии, в которых пострадало два человека. Госавтоинспекторы задержали семь водителей в состоянии опьянения, четверо отказались от экспертизы. Трое сели за руль нетрезвыми повторно. За выезд на встречку привлекли к ответственности 42 человека. Еще 40 нарушили правила перевозки детей. Очередное уголовное дело по наркотикам возбудили в Нижневартовске. У местного жителя правоохранители нашли сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом 1 грамм. Несмотря на такой маленький объем вещества, мужчине грозит реальный срок. Другое дело, захоронение наркотиков возбудили в тот же день в Сургуте. Полицейские задержали подозреваемого ночью в 16 километрах от города. В кармане его куртки силовики обнаружили немногим более полуграмма наркотика. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и ждут суда. Зубы, шерсть и темперамент. По таким критериям в Нефтьюганске выбирали самых красивых собак. Накануне здесь состоялось большое событие для любителей четвероногих профессиональных кинологов и заводчиков национальная выставка городского клуба. Участниками стали более 160 собак пород ранга САС со всего округа. Это вольшпицы, немецкие овчарки, бородатые коли, бигли, шелти, таксы и доберманы. Здесь они смогли защитить титулы и поучаствовать в конкурсе пар. К слову, чтобы стать чемпионом четвероногому, нужно получить три высших оценки у разных судей в течение года. Например, 10-месячный немец в вилле посетил выставку в третий раз и получил серебряный кубок. Это все форма игры, потому что собаке должно нравиться игрой, заниматься. Поэтому никаких дерганий, ничего. В форме игры 15 минут в день вполне достаточно.